Добрый вечер, дамы и господа. Тема сегодняшнего выпуска. 683 смертных приговора в Египте. А где же международная амнистия? Последующие 683 смертных приговора, которые были оглашены в Египте в прошлый понедельник, не вызвали на немецком сайте Amnesty International никакой актуальной кампании или срочных действий. Отсутствует всякий призыв писать письма протеста, чтобы своевременно и на уровне общественности противостать угрожающим массовым казням. Напротив, в центре внимания нынешних действий амнистии находятся права геев в Камеруне. Также они односторонне направлены против насилия со стороны полиции во время протестов на Майдане в Киеве, которые необходимо еще проработать, и против президента России Путина, подавляющего российское гражданское общество. Однако ни слова, ни фотографии протеста против смертного приговора в Египте. Amnesty предупреждает только о серьезных недостатках в судебной системе Египта. Английский веб-сайт Amnesty сообщает много более подробно о Египте. Но и здесь на первом плане стоят другие вопросы. Проблемы беженцев в Греции, протесты в Венесуэле, а также кампания «Мое тело, мои права», где речь идет о сексуальных и репродуктивных правах. Получить информацию об египетских смертных приговорах возможно только со второго взгляда, если целенаправленно искать. Официальный призыв к действию, срочная акция протеста, никаких сведений. Для напоминания, летом 2013 года, после военного переворота против демократически избранного президента Египта Мухаммеда Мурси, произошли политические волнения и насилие, в результате которых погибло двое полицейских. В судебном процессе, состоящем из двух частей, было осуждено более 1200 ведущих членов на данный момент уже запрещенного мусульманского братства. Это политически-религиозное движение, к которому также относится и президент Мурси. В первом процессе из 528 обвиняемых 37 человек были приговорены к смерти и 491 к пожизненному заключению. В последнем судебном процессе, который длился всего 15 минут, было вынесено 683 новых смертных приговоров. К обоим судебным разбирательствам не были допущены защитники, и не был разрешен перекрестный опрос свидетелей. Короче говоря, такое обильное количество фундаментальной несправедливости и криминальной юстиции не имеет в себе равных в мире и вопьет к небу. Этот протест, однако, не доходит до Эмнести Интернешнл, хотя в своем ежегодном обзоре 2013 года Эмнести Интернешнл заявляла протест о применении смертных казней, прежде всего, в Иране и Китае. При этом, самое большое по населению в стране в мире, не имея конкретных фактов, приписывается наибольшее количество казней. Как это возможно, что Организация по защите прав человека при конкретных 683 смертных приговорах не высказала протеста? Уважаемые зрители, выскажите вы свой протест через дальнейшее распространение этих важных вопросов и информации. Спасибо и до свидания.